Буквально с первых дней занятий у меня как будто бы выросли крылья, и я хотел погружаться в тему фотографий все больше и больше. В итоге погрузился настолько, что теперь в Краматорске есть моя собственная фотошкола. Уже с февраля этого года стартовал второй поток, и скоро будет производиться третий, если что это на правах рекламы. Организовал тур в Карпаты. Мне, как человеку, который до 20 лет не выезжал за пределы родной области, если что такое бывает, оказалось это нереальной задачей. Но при поддержке Александра Маломужа со мной в фототур пошли 9 человек. Ребята, вы лучшие, спасибо вам за доверие. Также я перестаю бояться публики. Те, кто меня знают, могут это подтвердить. Даже то, что я сейчас записываю это видео, говорит о многом. Поскольку я учился онлайн, мы часто беседовали с Александром Маломужем. Как думаете, часто? Иногда бывали такие дни, когда мы общались каждый час, до часу двух ночи. Александр, это вообще законно такое? Откуда у вас сколько времени на каждого? Бывали такие дни, когда я думал, что Александр мой отец. Как думаете, почему? Потому что после невыполненных домашек у нас с ним был довольно-таки серьезный разговор. Но и хвалил меня часто, не без этого. У Александра особый дар собирать вокруг себя людей. Когда я был с ним в фототуре, он нас будил под гитару песнями. Вот такой живой будильник. Кстати, я неоднократно был у него дома. И даже преподавал там. А ту запеченную картошку я не забуду никогда. Спасибо за вкусный обед, Лариса и Александр. Я очень рекомендую Черкасскую школу фотографию и ее директора Александра Маломужа. Он вкладывает очень много сил и энергии в каждого студента. И это не зависит от того, находишься ты в Черкасах или в селе. Потому что всю мощь обучения я ощутил, не выходя из дома. Продолжение следует...